всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду радуйтесь лентяй сегодня время простого рецепта у нас третий день стоит жуткая жара и в дополнение еще очень высокая влажность на всякий случай август идет поэтому сегодня нет ну никакого желания долго торчать на кухне первоначально я собирался готовить лангет если быть до конца точным то лангет это говяжья вырезка нарезанная наискосок как колбаса что получились такие вытянутые ломтики мяса напоминающий язык лангет это с французского означает язычок но потом решил все равно сразу же начнутся вопросы а можно ли заменить поэтому пошел в магазин и взял вот такую-то вообще свинину посмотрите на абсолютно не жирная и если его поджарить то она конечно будет очень вкусно первые 3-5 минут после обжарки а затем оценит и превратится в подошву конечно спору нет с пылу жару все хорошо но что если перед вами стоит задача приготовить что-то впрок ну например чтобы взять на работу с собой судок тогда хотелось бы что-нибудь более долгоиграющего и сегодняшний рецепт отлично под эти параметры подходит понадобится мясо сметана лук сухие грибы и коньячок ну или бренди очень ароматный бренди ну и стандартный кухонный набор там пряности соль масло для жарки а на гарнир не знаю что вы захотите я наверно собираюсь какие-нибудь бобовые использовать свинина бобы мне кажется это правильно поехали мясо посолить поперчить и запанировать в муке ну вы знаете что панировка позволит получить более яркую такую поджаристую корочку которая затем добавит своих ароматов соус жарить надо на растительном масле я использую оливковое мясо кладем хорошо разогретое масло ну вы знаете причем жарим только до румяной корочки ни в коем случае не доводим на готовности доходить она у нас будет в соусе на пока надо быстро нарубить лук мелким кубиком и не забываем про мясо ведь какой румяная именно продукты реакции майяра нам и важны они обеспечат длинную долю мясных ароматов соусе тем временем займусь грибами какие именно брать большой разницы нет у любых сухих грибов очень мощный аромат вот такая крошка очень быстро придаст вкусу соусу вас какой мясо уже зарумянилось надо его пока отложить в сторонку а на эту же сковороду в это же масло выкладываю лук его обжариваем до начала зарумянивания и сразу добавлю грибную крошку и немного шалфея вы знаете что большинство ароматических веществ уже растворимые сейчас они растворяются в масле сейчас лишняя горечь и лишняя влага из лука выпариваются а луковые сахара начинают карамелизовываться короче происходит таинство кухонных химических процессов смотрите на дне появился так называемый благородный нагар это те самые луковые сахара и продукты реакции майяры которые нам нужны пока не сгорели надо срочно их растворить воспользуюсь бренди немного магия огня сейчас спирты выгорят аромат останется он уже сейчас потрясающе просто не обязательно бренди использовать даже не обязательно крепкий алкоголь можно белое сухое вино можно сладкие вина типа портвейна хереса может просто пару ложек бульона плеснуть короче включать свое революционное чутье составлять ту вкусовую гамму что вам придется по вкусу вы же для себя готовите отлично пора добавлять сметану сейчас все прогреется и соус будет практически готов остается отправить в него мясо лично и оставить тушиться под крышкой на слабом слабым огнем практически без кипения если сметана очень густая можно добавить бульон или даже воды сейчас самое время выправить ваш соус на вкус в зависимости от кислоты сметаны зависимости от сладости лука может понадобится добавить сахара соли может перцы еще короче сбалансируйте и получите то что вам нравится что касается времени готовки в зависимости от того какое мясо вы выбрали насколько нам старая свежая прочее это может занять нам от 20 минут до полутора часов как стало мягким значит все готово ждем мясо уже готова огонь по сковородке я выключил займусь быстрым гарниром в разогретое масло выложу замороженный зеленый горошек и замороженные зеленые бобы и достаточно только разогреть а а еще мне есть заранее отваренная белая фасоль вообще свинина с бобами это такое классическое сочетание воспетое еще джеком лондоном все разогрелось пора не добавить и слегка перемешать их можно сервировать ну воля все готово смотрите какое длительное тушение творит чудеса даже с не самым хорошим мясом так грибной аромат очень сильно очень насыщенный кислинка сметаны очень очень тонко чувствующий буквально чувствующийся чувствуемый на грани угадайки аромат бренди просто класс и что самое классное вот такое мясо не смысле на такое а таким способом приготовленное даже после разогревания будет мягким и вкусным и бобы с этим соусом очень даже в тему класс я в принципе люблю такие вот блюда которые тушились долго они приобретают очень насыщенный вкус аромат вкусами пропитывает соусов всяких добавок получается просто класс ладно отдыхать буду за кадром напоминаю что если вы соберете обновить свой парк ножей то по промокоду фреско вы получите очень даже приятную скидку не забывайте экономить и да чтобы работать на кухне приносил удовольствие кроме ножа вам понадобится наверняка хороший точильный камень вот такого двухслойного водного камня зернистостью 1000 и 3000 мне например вполне хватает для кухонных нужд крайне редко приходится доводить на там пяти на восьмитысячники огромное спасибо за ваши лайки за дизлайки за репосты отдельное спасибо за комментарии не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить новые видео он где-то там я даже еще не разобрался где огромное спасибо за компанию всем пока а